Редактор субтитров А.Семкин Русский тоже ужасный, но мы в равном положении. Хорошо. Сергей, зачем вы вообще Сергея позвали? Нам очень понравилась эта серия его фоторепортажей из Донецкого аэропорта. Он пытался показать именно лица, именно портреты тех людей, которые там воюют. Скажите, сколько вы успели снять, познакомиться, как это все было, сколько вам пришлось дней провести с ними, чтобы понять, как они живут, чем они живут, что они думают? Я провел в аэропорту 4 дня. Сначала у меня не было такой цели сделать альбом портретов. Вообще, попасть в аэропорт, наверное, легче на Луну попасть, чем в аэропорт. Украинские военные в пресс-центре, они серийно говорят, что это очень опасно и вам лучше туда не ездить. Но у меня есть такой замечательный продюсер, абсолютно волшебный. Вы ее, наверное, знаете, Виктория Бутенко. Да, знаю. Это, на мой взгляд, лучший продюсер, если не в мире, то в Украине на сегодня. И она взмахнула своей волшебной палочкой. И я при помощи бронетранспортера оказался в аэропорту. Но это лирическое отступление. Просто я должен был ее публично поблагодарить, Виктория. Огромное спасибо за то, что вы для нас сделали. Сергей, я вас немножко, если можно, еще дальше. Вот это было, пока вы выключаете телефон, это было, ничего страшного, у нас это можно. У нас такое, все знаете, так можно все делать, что хочешь, только в мерах разумного. Могу бы плясать? В мерах разумного. Можно, да, если хотите, можно. Но сначала вопрос. Вот это как все было? Это редакция вам заказала этот репортаж? Это вы сами захотели увидеть от их ребят? Как это все случилось? Это работает. Это улица с военным движением. Я говорю редакции, что я хочу сделать. Редакция говорит мне, что она хочет сделать. Если наши желания совпадают, то я оказываюсь там, в какой точке земного шара наши желания совпали. И, конечно, они понимали риск, который связан с аэропортом. Но я их немножко, так сказать, спас от страшных деталей, чтобы они мне разрешили. Я приехал в аэропорт. И я не фотограф-фотограф. Я пишущий корреспондент. Но я снимаю все свои фотографии сам для своих статей. Уже последние 10 лет, по крайней мере. И изначально моим планом было рассказать о том, что происходит в этом аэропорту. Но когда я познакомился с ребятами, которые там находятся, когда я увидел их лица, когда я увидел их глаза, я сделал один портрет, второй. И потом понял, что эти глаза... Там такая ситуация, что человек не может соврать. И ты не можешь поставить фотографию. Ты снимаешь человека, который все время находится на войне. Каждую секунду. И его глаза говорят... Могут рассказать всю историю этого человека, его переживания, зачем он там находится больше, чем слова. И тогда я начал делать эти портреты. Это не было моим редакционным заданием. Они вообще не вошли в мою статью и в мою фотогалерею. Туда вошли. Вошел весь экшен, который был. А портреты я сделал просто для украинцев, для всего мира. Я повесил на фейсбук. Ну, я немножко был даже потрясен не тем, что я там увидел, хотя это эпическая картина героизма и такого восхождения к вершинам этого героизма. Но я был поражен тем, что украинцы, украинские зрители, украинские граждане не видели того, что происходит в аэропорту или имели маленький доступ к этому. Ведь там это все происходило пять месяцев. Если принять во внимание, что война эта была придумана, была высосана из пальца, если для этой войны, а я был на многих войнах, у меня было 25, включая эту, командировок на разные войны по всему миру, и это самая глупая, самая тупая, самая бессмысленная война с точки зрения причин. Никаких причин внутри Украины для этой войны не было, вообще ни одной. И если учитывать этот фактор, то эпичность того, что сейчас происходит, это бессмысленная по причине война, по отсутствию причин превратилась в великую войну Украины за независимость. И вот то, что происходит в аэропорту каждый день, это вершина вот этой войны, которая не кончается. Давайте вещи назовем своими именами, это не АТО. Не АТО, да, мы часто об этом говорим. Я, знаете, я в своих репортажах ни разу это даже не использовал, потому что, ну, я вижу войну, я рассказываю о войне. Это никакое не АТО. Если вам нужно было, кому-то нужно было то, чтобы провести выборы, я это все понимаю. Но то, что там происходит, это война. И вот эти лица, этих ребят, которые я там увидел, там нет людей, которые случайно там находятся, которых просто пригнали по приказу. Они все добровольцы. И горсток людей из правого сектора, молодых ребят, а остальные все десантники из других родов войск. Но факт остается фактом. Эти ребята, они все попали добровольно, их спросили, ты поедешь в аэропорт? И мне отдали приказ. Они приехали сами в аэропорт. Более того, в Песках стоят... Я была там, кстати, да, тоже, когда были боевые действия. И стоят тысячи украинских военных, которые ждут, не дождутся, когда они сменят своих друзей в аэропорту. Как будто аэропорт для них, это вот такая, не то, что точка невозврата, а точка, такая черная, такая потайная комната из пикника на обочине Стругацких, из Тарковского сталкера, где не то, что воплотятся их какие-то мечты или реализуются желания, а то, где каждый нормальный украинский человек, которого беспокоит будущее своей страны, он там, в этой тайной комнате, в аэропорту, ощутит, для чего он существует, какая цель его жизни на сегодняшний момент, и как он может помочь Родине. Вот так я это вижу. Как вам это... Я просто тоже была в Песках, да, где постоянно на самом деле стреляют, и когда даже мы говорили с местными жителями, которых осталось очень и очень мало, которые прячутся где-то по подвалах, их даже на улицах не видно, и они говорили, что у них не было ни одного дня, чтобы там не стреляли. То есть это вы знаете, что наше правительство называет перемирьем, которого на самом деле нет, и нет АТО. То есть от этих слов на самом деле они не соответствуют действительности. Мы это тоже знаем прекрасно. Но вот это киборги, да, они ходят легенды. И кто эти люди? Да, вы говорите, что там, да, мы знаем, что это бойцы правого сектора, 93-я, 95-я бригады. И 79-я еще сейчас. И 79-я аэромобильная, да, с Николаева. А кто эти люди? Там большинство с них, мы знаем, там есть и айтишники, и студенты даже, есть Донецкого университета даже. Что они вам рассказывали? Интеллигентные ребята с одним, с двумя высшими образованиями. У них оперативный язык русский. Они даже матом не ругаются. Я давно не был в такой культурной компании. Значит, у них у всех странные отношения к тому, что они делают. Они, большинство из них понимают, что бессмысленно здесь защищать то, что защитить нельзя. Потому что этот аэропорт, это не окруженная крепость, не осажденная крепость. Не потому, что она не осажденная, а потому, что это никакая к чертям собачьим не крепость. Вот эти два терминала, особенно новый терминал, они просто состоят в основном из дыр, которые держатся на каких-то перекореженных железных остовах. Всё разбито, всё сломано, даже потолков нормальных нет. Там негде укрыться от огня. И никакого серьёзного боя или танковых ударов этот аэропорт. И вообще удивительно, как всё это стоит. И как люди эти там существуют. Показываем ваши фотографии как раз. Там постоянная тьма внутри. Хотя, если днём можно хоть лампочки зажигать, генераторы какие-то включать, заряжать батарейки, ночью в темноте всё это выключается, и становится просто тьма египетская. Они как летучие мыши научились чувствовать, видеть в темноте. Там даже курить нельзя, потому что стреляют на... Снайперу бьёт тебя на третью затяжку. Курение убивает, в принципе. И даже когда они набивают рожки патронами, не дай бог, он попадётся трассирующий патрон. То есть в темноте он сразу себя выдаст. Поэтому этого всего нет, никакого освещения. И ночью страшная тьма. Но это не значит, что все спят. Там, во-первых, спать очень трудно, потому что безумно холодно. Там нет дров, нет биржуек, ничего этого нет. Бьётся в тесные печурки огонь. Там этого нет. Там любовь... Это самое... Не очень согреет, потому что очень холодно. И они даже спят в касках и в бронежилетах не потому, что в каске и бронежилете там как-то... Безопасно. Безопасно. Хотя и это тоже. Но просто чтобы согреться. Такие лишения. Они воду питьевую экономят, чтобы только пить. Потому что вода доставляется под обстрелом на бронетранспортерах. Люди рискуют жизнью, чтобы привезти воду. Эти ребята рискуют жизнью, чтобы её разгрузить. И потом они её пьют. Один парень сказал мне, у нас в аэропорту не моются, у нас чешутся. Моются те, кто ленится чесаться. Такой юмор был. И бой происходит в аэропорту, но практически всё время. Стрельба всё время. То есть они всё время находятся под обстрелом, они отвечают огнём. Никакого артиллерийского или миномётного огня из аэропорта по жилым кварталам не ведётся, потому что в аэропорту военную тайну открою нет никакой артиллерии. Да, мы это знаем. В Песках артиллерия стоит. Есть стрелковое оружие, которым они пользуются. Героические совершенно вещи происходят. На каждом шагу. Вот был этот потрясающий эпизод, я не устаю его рассказывать, он меня потряс. Когда сгорел танк, и три танкиста украинских выскочили, горея из этого танка, и снайпер их тут же убил, и никого к ним не подпустил. И когда стемнело, ребята вытащили тела двух танкистов, а третье тело было разорвано миномётным взрывом, и они не смогли его найти в темноте. И потом однажды во время боя, во время разгрузки, вот чего-то, один из ребят увидел, ну, страшно сказать, кусок бедра этого танкиста. И сказал об этом командиру. И командир, они сидели все в темной комнате, и командир сказал, ребята, я понимаю, что вы хотите отправить танкиста домой. Но, понимаете, из-за того, что вы отправите кусок мёртвого тела незнакомого солдата домой, вы будете рисковать стопроцентно своей жизнью. Но я вам запретить не могу. Кто хочет пойти и сделать это? И все подняли руки. И когда подъехал этот самый транспорт, бронетранспортеры стали разгружать, и все стали стрелять во все стороны. И начался этот адский ад. Двое мальчишек, ну, для меня они мальчишки, они возраст моего сына даже, может быть, моложе, они выдержали на взлётное поле, они оставили своё оружие на земле, они нашли ящик пустой от патронов, такой маленький гроб, положили туда этот кусок этого танкиста, они закрыли ящик, привязали его проволокой к броне-бронетранспортера. Это 30 секунд. Я снимал это всё, ну, просто каждый кадр. И потом, когда я посмотрел по раскадровке, 30 секунд съёмки. Наверное, самые страшные съёмки в моей жизни. Ну, потому что, как это было, эти ребята абсолютно, это чудо, что они не были убиты. Они рисковали жизнью ради мёртвого товарища, ради того, чтобы их семьям было что похоронить, и никто их не заставлял это делать. И ребята, которые это делали, Миша и Славик, они приехали туда добровольно, они пошли на войну добровольно, они приехали в аэропорт добровольно, и они добровольно пошли на смерть, чтобы отправить танкиста домой. Ну, вот один этот эпизод рассказывает о том, какая там атмосфера. И там, знаете, вот атмосфера потрясающая среди всех этих людей, они все объединены такой заботой друг о друге. Это вот настоящие brothers in arms, братья по оружию. Там нет разницы, командир-то или нет, половина из них офицеры. Причём это не какие-то там тыловые эти самые проходимцы, я не знаю, там, ну, какие-то тыловые трусы, а это настоящие боевые офицеры, которые находятся на передовой вместе со своими солдатами. Там даже полковник был, которому там делать было нечего, полковник Зубовский Олег, которому я сказал, ну, вам-то здесь зачем быть, вы же можете оттуда руководить, и спецок всей этой операции. Он говорит, я должен быть здесь с моими ребятами, потому что я знаю, что если я буду здесь, то больше моих ребят останется в живых. И он там был всё это время и вышел оттуда вместе с ними. И многих спас. Вот это вот настоящий герой, настоящий полковник. И вообще такое вот это ощущение Великой Отечественной войны, и какой-то вот этического просто противостояния вот этих сил добра против сил зла, оно, конечно, потрясает. И если ты хочешь что-то понять про эту войну, если ты хочешь что-то действительно понять о том, что происходит в Украине, то аэропорт отвечает на все вопросы. Хотя защищать там нечего, и по-хорошему нужно оттуда либо уйти, либо двигаться дальше. Но нельзя жертвовать солью вашей земли элитой, настоящей элитой вашего общества, которое там находится, ради того, чтобы просто держать этот незащищаемый кусок земли. Ну, Донецкий аэропорт просто есть такой, извините, буду по-русски. Ну, договорите, я понимаю. Донецкий аэропорт есть просто такой очень, ну, как бы, такой весомой, да, точкой, да, о которой все говорят, журналисты стремятся туда попасть, но есть и другие места, тоже Дебальцево или в Луганской области, где, я просто, например, была, где то же самое происходит. И многие говорят, что сейчас парни воюют, там есть, вы же знаете, есть разные силы, например, правый сектор, они, как бы, их называют, да, праворадикальным крылом или что-то такое, но мы видим, что на самом деле ребята воюют уже просто один друг за друга, да, то есть вот это все другое стерлось, просто люди не могут откуда-то уйти, потому что там их братья, уже братья, да, и они просто не могут их бросить. Там был такой Валерий Чудновский из правого сектора, такой уже в возрасте, дядечка, симпатичный очень, он из правого сектора, но он еврей, националистская организация, и он там строчил из пулемета Максим, конечно, зрелище было захватывающее. Про правый сектор, я спросил вот этого полковника Зубовского, ну, ну, это радикальные ребята, что они здесь такого радикального делают? Он говорит, самое радикальное, что сделали эти настоящие парни, это то, что они приехали сюда. На войне все эти радикалы, нерадикалы, там нет политического расслоения на партии, все вместе помогают друг другу, защищают свою родину. Там был вот этот вот замечательный майор, минер, Валерий Рудь. Валерий Рудь, я повторяю, чтобы все слышали это имя, это кадровый военный. Он занимался минированием каких-то лазов, чтобы вот эти вот сепаратисты не могли там из подвала вылистили, что-то такое. И в этот момент началась страшная перестрелка. И мальчишка молодой, там, 20-летний, у него была, ну, даже я в этом соображаю, я провел очень много времени в советской армии и потом в советских офицерских лагерях. У него была просто убийственная для него позиция для стрельбы. И когда этот майор, Валерий Рудь, который не должен был вообще в бою участвовать, он увидел это, он подбежал к нему и сказал, парень, дай-ка я повоюю, это моя война. Он его отодвинул, взял пулемет, перенес его на другое место и вел бой. А этот мальчишка сидел там рядом на коленях и смотрел на него с восхищением. И вот это тоже, вот такие вот какие-то маленькие-маленькие мелочи. Ведь этот Валерий, он просто спас этого парня, потому что там, в этом окошке, его бы уже убили бы. Скажите, вот вы так рассказываете, я сама вспоминаю те истории, которые я слышала, и даже вот слезы, честно говоря, она вертывается на глаза. Как вы это все переживаете сейчас? Это же очень тяжело и видеть смерть, и вот есть такое чувство даже для нас, журналиста, что ты должен кому-то помочь. Время от времени твои герои звонят тебе и говорят, у нас погиб товарищ, надо его найти, он пропал без вести, надо его найти, он живой или не живой, если он мертвый, надо найти, где он, и передать это тело как-то родственникам. И ты не можешь отказать, даже когда, например, родственники или друзья звонят, ты не можешь отказать, я не буду этого искать, потому что это, например, не моя работа или что-то еще такое. Вот как вы это переживаете, все, что вы увидели? Переживаю. Я вам больше скажу, эта война унесла у меня самого близкого человека. Я уже шесть месяцев нахожусь, да больше, с ноября я нахожусь практически безвылазно в Украине, на революции, на войне. Я был 20 февраля на Институтской улице, ну и в общем все круги этого вашего ада я прошел. И когда я был в Славянске, когда там был вот этот Гиркин, который объявил меня в розыск, и мне пришлось там прятаться, моя жена позвонила мне, сказала, что она умирает. Я шесть дней не мог доехать до нее. Да это все раньше началось. Я не обращал на нее внимания, это моя вина, я был полностью поглощен этой войной, а она все время думала обо мне, я не обращал внимания на свои симптомы. И когда я приехал, в конце концов, уже было все поздно, и она умерла у меня на руках. И я виню себя, я виню тех, кто развязал эту войну. Так получилось. И получилось так, что она меня всегда ждала с этой войны. А теперь я жду, как я на нее навернусь, потому что война теперь для меня стала, вот ваша война, я с ней как-то сросся, она для меня стала местом, где я чувствую себя дома. Мне больше некуда возвращаться. И она лежит там на кладбище за 10 тысяч миль отсюда, в маленьком техасском городке. А я здесь никак не могу уехать с этой войны. Тяжелая история, на самом деле, тяжелый разговор у нас получается. Извините, если что-то у нас нет. Извините, что я личное привнес, просто чтобы понимали, почему я сделал аэропорт, почему я сделал Пески, почему я был там. Все спрашивают, зачем ты туда поехал? Да, зачем? Из-за этого, да? Да нет, просто, просто раз уж эта война так дорого мне стоила, я должен уже ее всю показать всем. Это репортаж Сергея Лойко с Донецкого аэропорта. На счастье, все парни, которые на этих фотографиях, они живы, они ушли на ротацию как раз после этих съемок. Сергей, если можно, вот у меня несколько вопросов еще есть к вам, но один из них чисто такой как бы житейский, вот как вы там жили, то есть где вы спали, что вы ели с парнями, чем питались. Я знаю, что там вообще очень тяжело с кухней, потому что постоянные обстрелы и готовить тяжело, потому что нельзя распалить и так дальше, что они едят. Ну, плохо они едят. Они едят вот этот вот сухпайок, и этот сухпайок, конечно, я был на войне в Ираке, в Афганистане, и там питался американским сухпайком. Ну, это пятизвездочный отель. А там они едят украинский сухпайок. Ну, это вот тушенка. А украинский сухпайок, это такой советский, 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 советский сухпайок. Ну, там завтрак туриста какой-то, Здравствуй, бабушка. Едят ужасные какие-то вещи, но это можно есть. Подогреть это очень трудно. Согреваются они только горячим чаем. Какие-то галеты едят. Безумно холодно всё время. Ночью, не носовые температуры, но вот были, когда я там был. Согреться совершенно невозможно. Все кашляют, чихают. И там сидит, знаете, такая сцена. Такая просто, знаете, я все эти маленькие кусочки записываю для своей книги. Сидит этот лекпом или фельдшер в таком маленьком закутке. Перед ним эта гора вот этих лекарств каких-то, которые собрали добровольцы. Среди них что-то там для беременности. Ну какие-то безумно полезные вещи. Он вот так вот сидит над этой кучей. Перед ним стоит чихающий, кашляющий боец такой 20-летний. И примерно полчаса он кашляет, пока он может что-то сказать. И говорит, дайте мне что-нибудь. Он говорит, сейчас я тебе посмотрю, но ты ремешок расстегни у каски. А он стоит, у него так застёгнутый ремень. Говорит, почему? Говорит, если тебе снайпер в каску попадёт, то тебе шею сломают, поскольку у тебя туго ремешок затянут. И тогда тебе не нужно будет больше кашлять. Ну вот такой какой-то маленький эпизод. Но он рассказывает о том, в каком положении они там находятся. Они рискуют своей жизнью, своим здоровьем, каждую секунду пребывания там. Но они оттуда выходят другими людьми. Это вот такое горнило, в котором закаляется будущее, я надеюсь, элита украинского народа. И через этот аэропорт, через этот маленький украинский Сталинград прошли уже тысячи украинских солдат. И как памятники погибшим на взлётном поле стоят десятки сгоревших бронетранспортеров, танков, которые везли кого-то куда-то и не доехали. И многие из них не вернулись. Или вернулись домой уже, как тот танкист в деревянном ящике от патронов. Но те, что выжили, те, что прошли через этот кромешный ад, это люди, с которыми Украина может строить новое независимое по-настоящему государство. Вот я вас хотела спросить, вы говорите на многих войнах, как вы знаете, эти книжки и ремарки о Хемингуэе, все мечтали, как оправиться после войны. И у меня, например, друзья есть на войне, когда они возвращаются домой на эти 10 дней, я знаю, что они даже петарды взрывают у себя под домом, чтобы заснуть, потому что они не могут в тишине спать уже. И этим парням там тоже по 20 лет, по 25. И они даже спать не могут. Как они смогут жить нормальной жизнью? Как вы думаете? Это возможно вообще? Вот вы уже сколько лет на войне. Наверное, в войне есть что-то такое, что вы без нее не можете, даже невзирая на... Ну, я не знаю, наверное, могу. Я об этом не думаю, но моя жена мне говорила, Сережа, я тебе вот смотрю в глаза и вижу там войну. Ну, расслабься ты, давай мы с тобой что-то хорошее сделаем, на лыжах покатаемся. Я, говорит, вижу в твоих глазах войну. Ну, нет, ну, конечно, это проблема, это медицинская проблема. Это проблема, с которой должны работать психологи. И эта война оставит, кроме того, что она произойдет на свет огромное количество героев, особенно в вашей войне, где героизм кого-то, это преступление кого-то. Не было бы этого преступления, не было бы этого героизма. Понимаете, о чем я говорю? Конечно. Поэтому психологи должны с этими людьми работать и помогать им адаптироваться и вернуться к нормальной жизни. После того, что они испытали, после того, что у них в течение недели адреналин тек из ушей, они не спали толком, не ели, не пили, всегда были под обстрелом. Вы бы посмотрели на них, у них руки черные. Вот он наливает себе чай из этого чайника, на котором вот такой слой сажи, а у него на руках вот такой слой порохового дыма, и на лице тоже этот пороховой дым. И в душе у него этот пороховой дым. Вот оттуда его надо как-то выкуривать. Сергей, а вот из вашего опыта, как вы думаете, вот понятно, что война очень бессмысленная у нас, и причин ее, как вы говорите, не было никаких, да? А как ее закончить, и можно ли закончить сейчас войну? Вы видите, какой это конец, он возможен? Про конец могу сказать. Значит, в конце, когда я уже уезжал, а там, знаете, там был потрясающий момент, когда вот мой бронетранспортер разгружался под обстрелом, и мой рюкзак со всеми делами, со спальным мешком, с моими лекарствами индивидуальными, с этим самым сковриком, остался на броне, его так и не смогли развязать, потому что там уже начался адский ад, и они уехали. И я сказал командиру, чтобы он связался, чтобы в следующий раз они его привезли. И ребята слышали это, и минут через пять ко мне подошло человек семь, и предлагали свой спальный мешок, я сейчас пойду стрелять, а вы можете поспать в моем спальном мешке, это было так трогательно. А в конце у них такое знамя висело большое, и каждый на нем что-то писал. И я не аналитик, я такой, знаете, военный чукча, который, ну, без обид, я уважаю чукча, и очень люблю. Ну, они просто вот едут там по этой, по пустыне ледяной, и что видят, то поют. Вот я вот что вижу, то и пою. И они меня, они думали, что я сейчас что-то шибко умное напишу там на знамени, да? По-английски. И сказали, напишите, Серёжа, что-нибудь для нас, какое-нибудь воззвание. И я им написал воззвание, с которым однажды познакомил меня на советско-китайской границе. В лютый мороз, мой старшина. Я написал, бойцы, воскресательный знак, берегите концы. И они их берегли для вас. Спасибо вам большое, спасибо, что были с нами, что пришли к нам в студию. Ваша история действительно очень трогательная. И мы, наконец, хотим показать ещё один ваш фоторепортаж. Это война за незалежность, Донецкий аэропорт, Пески, Мариуполь, пид музыку, Киан-Эльзы. Сергей, дякую вам. Спасибо вам большое, что были у нас в студии, что нашли время. Можно я посмотрю? Да, конечно, конечно, посмотрите, но я всё равно хочу вас очень поблагодарить. И вы, наверное, поедете ещё куда-то на войну, на наш. Чего вы меня толкаете? Может, не поедете? Я сейчас спускаюсь с горы. А на ту сторону вы не хотите поехать? А я был на той стороне много раз. Просто и всё равно вам, вы понимаете, что это... То есть вы сказали так, что это добро против зла воюет. И даже будучи на той стороне... Я сказал, что в Донецком аэропорту возникает вот это вот чистое, толкиеновское, властелин колец, ощущение борьбы добра со злом. Это ощущение возникло у меня. Это не значит, что это есть истина и правда. Ну хорошо, тогда если вы говорите, что были на той стороне, ещё один спрошу вопрос. Всё-таки я тоже была один раз на той стороне, но я сразу в плен попала. Но так мне повезло. Вы взяли в плен? Да, в Луганске. Класс. Да, очень классно. Но не об этом. И, ну знаете, если вот по правде говорить, там тоже были люди, с которыми можно было, ну тогда. Потому что там ситуация постоянно меняется, в Луганске постоянно меняются руководители какие-то. Вот я знаю, что меня брало в плен НКВД, что эти люди уже, которые меня брали в плен, их уже там нет. И вот другие люди сейчас руководят этим НКВД. Но не обо мне речь. Просто я... То есть там были люди, с которыми можно было разговаривать. Ну конечно, это не орки, понимаете. Они говорят на русском языке. И там русские люди, украинцы с той стороны, и с этой стороны русские. Но это никакая нахрен не гражданская война. Забудьте об этом. Ну вот с той стороны противостоят украинцам Гиркин, Бабай, Моторола, Гиви, Бес. Ну кто из них украинский гражданин? Все эти командиры, кто... А с чего всё это началось? С того, что какие-то зелёные человечки захватили различные государственные учреждения, раздали оружие местным, не самым лучшим людям нашего города. Понимаете? Так грубо говоря. Потому что в Донецке, в Донбассе, как и в других депрессивных регионах, не самых лучших людей нашего города в избытке. Ну, я не хочу об этом больше говорить. Но всё-таки... А вы говорили, разговаривали с людьми, которые были на оккупированных территориях? Просто с обыкновенными людьми. Ну, много же из них решили остаться в этих городах. Ну, что значит решили остаться? Ну, куда? Ну, нет денег куда-то ехать. Выезжать надо под обстрелом. Но они не решили остаться. Они просто несчастные люди, которые оказались в театре военных действий. Они оказались на battlefield, на поле боя, который они не выбирали и который Украина не выбирала. Им и Украине этот battlefield был навязан. Как вы считаете? Вот у нас, украинцев, сейчас самая большая дилемма. Они говорят, что надо от них отгородиться. Они сами заслужили то, чего... Я говорю сейчас о мирном населении, не о боевиках. Они сами заслужили вот эту войну. Они были там пассивные. Они никогда не думали. Они ходили на этот псевдореферендум. Что бы вы сказали? Как поступить? Ну, надо войти в положение тех людей. Там живут несчастные люди с промытыми мозгами. Их надо лечить. Им надо помогать. То есть нельзя их обвинять. Они не виноваты в этой войне. Они не виноваты в том, что их обманули. Ну, потому что очень легко сказать. Вот эти придурки, почему мы должны за них гибнуть? Да. Ну, это же ваши граждане. Гораздо труднее им помочь. Ведь можно, как вот говорят, что сейчас мы отключим им газ, воду и не будем посылать деньги. Вы определитесь. Если это ваши граждане, и вы считаете, что это Украина, значит продолжайте все это делать. А если нет, если вы этого делать не будете, значит вы отдали эту территорию вот этим Гиви, Моторолам и прочим там козлам. Сергей, спасибо вам большое, что были с нами еще раз. Субтитры подогнал «Симон»!